Музыка Всем добрый вечер! Поздравляю нас и наших зрителей, которые будут смотреть соответственные записи с началом учебного года в 2023 году в системе Университета рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии. По традиции учебный год или семестр, открывает Михаил Васильевич Попов, доктор наук, профессор. Тема его сегодняшней лекции – это перспективы и возможности возрождения Союза Советских Социалистических Республик. Напоминаю, что вопросы в письменном виде желательно подавать и на выступление записываться, тем более, что какая-то дискуссия у нас уже завязалась. Я хочу начать с некоторой аналогии. Помните, как говорили Марс и Энгельс, что призрак коммунизма бродит по Европе? Призрак коммунизма. Это в большинстве он не был. И не в большинстве голов, но он уже бродил, этот призрак. А если мы рассмотрим ситуацию в современной России, то сравнивая то, что сейчас произошло после контрреволюции и реставрации капитализма, с тем, какая была жизнь в СССР, все больше и большего числа людей, несмотря на то, что в буржуазном обществе, конечно, будет господствовать буржуазная идеология, и никакими, так сказать, выступлениями, нашими собраниями, агитациями, газетами и книжками, учитывая, что их тиражи в десятки раз, а то и в сотни раз меньше, скажем, или выступлениями в интернете, которых немало, например. У меня есть выступления по поводу фашизма где-то, 5 миллионов, по поводу деноцификации – миллион. Ну, это все, это вот, нам кажется, большим с точки зрения наших, так сказать, таких возможностей, а с точки зрения, так сказать, буржуазии, что такое 5 миллионов? 100 миллионов, 200 миллионов терра. И она имеет и газеты, и телевидение, и радио, и, так сказать, массу всяких в интернете ресурсов. Поэтому не будем гоняться за тем, так сказать, чтобы обыватель, так сказать, встал на нашу сторону, этого мы не добьемся. А будем добиваться того, чтобы мы делали шаги в направлении возрождения, восстановления Советского Союза и социализма. Я думаю, что сама история российского рабочего движения показывает, что начиналось это движение не из побед, а из большого поражения. И так ли, первая русская революция, которая была в 1905 году. И это та революция, которая уже воспользовалась открытием самого рабочего класса, каких-то там обывателей, каких-то людей, других даже очень образованных. Открытием рабочего класса, которое состояло в том, что надо на базе забастовочных комитетов, которые обладают силой, они могут остановить работу на предприятиях, на базе забастовочных комитетов создать орган, который координирует их действия. И тогда они могут уже в городском масштабе осуществлять свои интересы. И тогда они могут противостоять буржавной власти. И вот это развитие Советов так быстро пошло, хотя, казалось бы, никто никому не мешает, и в других странах этим опытом пользоваться. Не особенно пользуются. Так быстро пошло, что уже в декабре 1905 года состоялось вооруженное восстание в Москве, которым руководил Московский Совет Рабочих. Значит, какая революция могла произойти в тот период? Могла произойти социалистическая революция? Нет. Почему? Потому что был и феодальный строй. А после феодализма следует что? Капитализм. Значит, революция, которая могла быть буржуазная. И буржуазную революцию не так просто было провести. Поэтому, если мы вспомним работы соответствующего периода у Ленина, он говорит о гегемонии пролетариата в буржуазной революции. Гегемония – это вовсе не диктатура пролетариата. Это что такое гегемония? Вот товарищ Анохин пойдет, впереди будет гегемон. А мы за ним. Он большой, а мы, так сказать, будем скрываться. Вот, он будет гегемон. А революция все равно буржуазная. То есть, даже буржуазия не могла уже в тех условиях за свои интересы впереди идти. Потому что она спуталась, так сказать, с дворянством. Они друг друга поддерживали. И уже тогда было ясно, что рабочий класс выходит на первые роли в революции буржуазной. И что из этого получилось, из этой революции? Получилось вот то, что это открытие закрепилось. Вы можете даже посмотреть следы у нас в Ленинграде. Если вы выйдете из метро, технологический институт, там четвертое, красноармейское, на уголке. Там написано, в этом доме в 1905 году состоялось заседание Совета рабочих Петрограда, на котором присутствовал Ленин. В 1905 году тоже. То есть, это очень быстро распространилось, как огонь по городам. И весям, и организация рабочего класса, надо сказать, была высокой. Нам надо не гордиться тем, какой у нас мощный рабочий класс. Он у нас как рабочий и мощный, а класс не мощный пока. Почему? Потому что организация пока слабая. А если слабая организация, то понятное дело, что какие-то крупные задачи не решить при слабой организации. И вот, какой результат этой самой революции? Считается, что эта революция не выиграла, но одну буржуазную меру она провела. После этой революции, после декабрьского вооруженного восстания, царь вынужден был издать указ о создании Булыгинской думы. То есть, парламентаризм и парламент получила Россия не из рук буржуазии, а из рук рабочего класса. Вот это очень интересный момент. А потом, как бывает в истории всегда, и я думаю, это относится и к нынешнему периоду, потом как бы жизнь вроде бы снова затихает, замирает. Но с советами так получилось, как бывает с грибами, которые, как известно, делятся на колоссовики и пластовики. Сначала летом выскакивают отдельные грибочки поодиночке, а уже ближе к осени, там этих грибов масса. Вот так и здесь. Значит, если в 1905 году эти самые советы были отнюдь не везде, а в некоторых только городах, то наступил 1917 год. Причем революция какая была, когда бурно шло создание советов? Какая? Уржатная. И первый съезд советов, который у нас проходил вот на кадетской линии, угол кадетской линии и набережной Невы, вот тут, там есть зал, в котором мы все время проводили собрание комитета полунистической инициативы. Нам товарищи военные, которым это принадлежало, нам симпатизировали и так сказать, нам это дали. Так вот, там есть этот зал, в котором проходил съезд. И этот съезд кому дал большинство? У кого? Буржуазии. То есть, там Ленин выступил, сказал, что вот, несмотря на то, что выступали граждане от буржуазии, говорили, что нет у нас тут такой партии, которая могла бы взять власть. Церетели с этим вылезал. А Ленин встал и сказал, что есть такая партия, имея в виду большевиков. И большевики уже были большой силой. И у них членов партии было больше, чем сейчас у РКРП, рабочей партии России и намного, надо сказать. Потому что уже, если вы возьмете, там, где-то десятые годы, и тогда на четырнадцатый, пятнадцатый, там уже счет шел на тысячи, на тысячи. Вот, поэтому, как-то иногда кажется, что вот люди были темные, малограмотные, забитые. В одном малограмотные, а в политическом отношении они были очень продвинутые, в том числе и рабочая Россия. И при том, что рабочий класс имел очень тяжелые условия труда и очень длительный рабочий день. Но в итоге, что мы получили? Мы получили советы. Эти советы, некоторые думают, что достаточно создать советы, и будет советская власть. Создали советы? Первый съезд Совета в ГУЛ, создали. Получила ли Советская власть? Нет. То есть, как бы она получилась советская, но она советская по форме. А по содержанию это буржуазная власть, в которой, так сказать, бессильным придатком были вот эти самые советы. В которой все они, так сказать, по производствам собирали, садегали своих представителей и так далее. Поэтому, когда мы задумываемся над тем вопросом, который является центральным для сегодняшнего дня и для нас. Для нас сейчас важно не что думает обывателя, а что нужно сделать, чтобы восстановить советскую власть. А чтобы восстановить советскую власть, это революция. Правильно? Почему? Да потому, что мы живем в буржуазной стране. У нас власть буржуазная. У нас диктатура буржуазии. Эта диктатура буржуазии смягчена. Наши истории. С одной стороны, наша история. С другой стороны, вот, скажем, Виктор Аркаевич и другие товарищи, которые участвовали в той борьбе, которая у нас была. В период, когда развивалась эта буржуазная контрреволюция, мы очень многим позициям выиграли. И у нас получился, что у нас трудовой кодекс хороший, которым можно пользоваться для решения своих задач. В том числе, там даже записано в 130-й статье, что государство гарантирует обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты. Ну, конечно, ничего не делает в этом направлении, но затлаться на этот пункт можно. Или в этом же трудовом кодексе есть статья по поводу невыплаты зарплаты, что если не выплачивается зарплата, работник может остановить работу, уведомив письменно администрацию. И до получения зарплаты, уведомления администрации, что он получит завтра зарплату, он может хоть на рабочем месте находиться, чтобы мы и советовали, хоть не на рабочем месте. А вот когда получит бумажку о том, что он завтра получит зарплату, которую мы задерживали, вот он тогда уже может выходить на работу. Ну и что касается прав в отношении коллективных договоров, они вообще безграничны. Безграничны в том смысле, что нельзя ухудшить в коллективном договоре положение рабочих, а улучшить, пожалуйста, никаких ограничений нет. Хотите, сделайте отпуск 50 дней. У докеров было 50 дней. И я присутствовал при таком печальном собрании, когда такие здоровые докеры везли беседу с их хозяевами. Я на этом соседании присутствовал. И несмотря на то, что я, так сказать, как-то им говорил, что это все равно ваша обманута. Они сейчас вам отпуска укоротят, а зарплата ваша потом, она ее съест инфляцией. И, в общем, кончится дело тем, что у вас просто уменьшится отпуска. И вместо 50 рабочих дней, а у них очень тяжелая работа, у них стал обычный отпуск, обычной длины. Вот, поэтому мы уже из опыта, из истории знаем, что сами по себе создание советов – это необходимое условие, но недостаточное. Если эти самые советы не соединятся с партией рабочего класса, и не получится вот такое единство, когда партия рабочего класса является главной организующей силой, а советы обеспечивают массовое, так сказать, участие рабочих в этом во всем движении, вот без этого социализм не восстановить. Поэтому нам сейчас надо думать не о том, как, так сказать, завоевать, так сказать, какие-то на свою сторону симпатии обывателя. Нас это, честно говоря, не очень волнует и не должно интересовать. Нас очень волнует вот этот самый процесс организации советов, это во-первых, и процесс развития партии рабочего класса. У нас на сегодняшний день, если посчитать, у нас вот две партии существуют в России, которые в программе имеют диктатуру рабочего класса. Но, скажем, есть вроде как другие, что-то такое говорили, но они как-то как партии сошли на нет и себя не проявляют. Поэтому в этом смысле, скажем, вот такие партии есть, но если соединяются вот партии рабочего класса, это и люди, рабочие, которые в этой партии находятся, с советами, в которых есть представительство от производственных коллективов. А советы, если они сформированы от забастовочных комитетов, они в состоянии остановить производство в любом месте, в любой отрасли, в любой момент. Причем это все записано сейчас в законах. Вот у нас был же очень такой длительный период, когда мы все участвовали в том, чтобы в трудовом кодексе было записано, что без решения соответствующих органов, так сказать, профсоюзных и без решения забасткомов нельзя, так сказать, изменить в какую-то худшую сторону положение рабочих. Вот в этом смысле можно сказать, что у нас кое-что подготовлено для того, чтобы возрождать советы, восстанавливать социализм. Но, как вы понимаете, то, что необходимо, это еще не является достаточным. Правильно? Это необходимо. То есть, если советов не будет, если, скажем, партии нет, то сколько бы они выступали, вот у нас сейчас, я вот сейчас наблюдаю в интернете, кто только не выступает, и что только они не говорят, и сколько правильных вещей говорят. Но они же никакую партию не идут, и на заводы они не идут, они не собираются организовывать рабочий класс. И даже вот те товарищи, которых вы называли здесь, Шамильевич, они тоже этим не собираются заниматься. Они выступают, значит, получают заслуженное вполне уважение и позитивное отношение зрителей, и все. И тогда получается, что читатель почитывает, а писатель пописывает, как и раньше было. Вот картина сейчас такая. То есть, выступлений за социализм, ну, я думаю, что их просто бесконечно много сейчас. Ну, куда ни посмотришь, ну, все, так сказать, эти за социализм, и такой, и сякой. Ну, за диктатуру Петрята, конечно, уже мало. По крайней мере, мы должны даже констатировать, что КПРФ, которая в своей программе ее не имеет, диктатуру Петрята, она допускает, так сказать, даже на своих собраниях, заседаниях выступления в поддержку диктатуры Петрята. Вот мы были с Виктором Кальчем в Ставрическом дворце, где праздновал, отмечалось летие образования Коминтерна Второго. Ну, я вот там выступал за диктатуру Петрята. Публика, которая, так сказать, сидела в КПРФ, она все похлопала. А? Третьего, наверное. Что? Третьего, третьего, да. Третьего, извините, пожалуйста. Вот, публика хлопала, и даже по радио это потом передали. Вот, но не записывали. А народа там было, молодежи было мало. Пустоватый зал, там же зал на 2000 человек. Собирай, агитируй. Нет, это такой вопрос, такая тема, и так далее. Вот, то есть, вот у нас есть одна составляющая партии рабочего класса, которая выступает за диктатуру Петрята. Раз. Есть у нас начатки образования забастовок и забастовочных комитетов. Здесь очень плохо обстоит дело. В основном люди борются в одиночку и думают, что он будет, заработает больше. Я бы вот советовал всем нарисовать график, который изображает вот такое положение Трудового кодекса, как индексация заработной платы. Я вообще по образованию математик и очень бы советовал это вот так вот представить себе. Значит, график такой. Вот сегодня повысили цену до того уровня, который раньше был. Индексировали, да? А потом следующая индексация когда будет? Через полгода. И вот дальше вы рисуете график. Вниз, 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 вниз. Потом что? Опять повысили на какой уровне? На который раньше был. И опять вниз, вниз, вниз. И получится такая пила. Если характеризовать этот график, он может быть охарактеризован так. Это функция, убывающая в каждой точке. Каждой точке убывающей. Даже в той точке, вот в тот день, когда вам повысили зарплату, вам повысили для того, чтобы завтра ее начать, реальное содержание понижать. И поэтому люди бы нарисовали этот вот график, они бы увидели, что им грозит буржуазия. Буржуазия их все время положение ухудшает всеми средствами, которые у нее есть. Вот такая картина. Значит, необходимо, чтобы партии рабочего класса были более мощными, более сильными. Необходимо, конечно, для этого, чтобы были такие источники, которые раздаются на заводах. Чтобы мы не только через эту систему, которую организовала буржуазия, но и через свою систему, которая позволяет нам, и законность нынешняя позволяет нам раздавать на предприятиях газеты. Причем, вот Виктор Акадьевич был заместитель главного редактора по работе в «Народной правде». Мы выпускали «Народную правду» тиражом 200 тысяч, 8 полос. И вот формата такого, как у «Правды», но только в два раза больше. И, так сказать, по всему Советскому Союзу. И на горячем наборе. Да. И макетировали вручную, без компьютеров. Да, и вручную. И отправляли через поезда, через специальные поезда и так далее. И это мы делали, пока не наступило ельцинское время, когда мы опубликовали «Раздавить гадину» по отношению к Ельцину. И подавим путь Ельцина. После этого у нас украли вагон бумаги. Нас остановили на 40 дней в связи с чрезвычайным положением в городе Москва. Забрали вагон бумаги 60 тонн. Это очень много денег. Очень много денег. Вагон бумаги. И после этого мы, можно сказать, сейчас потихонечку выбираемся. Все больше и больше выпускаем. И, так сказать, малый выпуск, и больший выпуск. Но и РКРП выпускает свою газету. И распространяет. Потому что газеты наши попадают, в отличие от нецелевых таких попаданий, которые идут через интернет, где просто сидят люди и глядят. Они попадают к тем, на кого мы должны опираться. К рабочим. А до лета мы должны писать статьи для рабочих. Ими интересные и понятные. В том числе связанные с экономической борьбой. Я по просьбе трудящихся в свое время, выступая на Лен-РУ, получил такую задачу, как бы рассказать про экономическую борьбу. Я рассказал про экономическую борьбу, а потом мурашюру выпустили. Экономическая борьба. Потом один ехидный товарищ написал, что вот вы написали про экономическую борьбу, а не могли бы вы рассказать про идеологическую борьбу? Я рассказал про идеологическую борьбу. И, соответственно, вышла брошюра. А потом еще более ехидный товарищ написал, что вот вы написали про идеологическую, экономическую, а что вы не написали про политическую? Напишите про политическую. Ну вот я написал про политическую, и вышла вот такая книга, классовая борьба, где вот написано, что такое экономическая борьба, что такое политическая борьба, что такое идеологическая борьба. А вот здесь, чтобы было понятно, что такое политическая борьба, тут заварящие, как вы видите, красноармейцы, тащат пулемет станковый. А чтобы нас, так сказать, за эту самую картинку не припечатали, Я пошел в музей политической истории и купил там право на помещение вот этой картины, которая есть в бывшем музее истории революции. И вот мы его поместили, и нас никто не может тронуть, поскольку у нас никаких нарушений, правдой законности нет. И это еще раз подтверждает, что тот, кто хочет что-то сказать, он дерет и говорит. Ну, понятно, он должен подумать, чтобы это было защитимо. Но никаких ограничений нет. Я, кстати, вот хочу это, Виктор Акадьевичу, тоже передать, я им давал, но не можно еще пригодиться такие работы. То есть, по этому вопросу у нас обсуждения были, и выступления были, и мы знаем, что это такое. И нам надо пережить период, не период, глядения. Вот у нас началось сегодняшнее заседание, еще когда не записывались, с того, что мы обсуждали, а как там, кто что слушает. Дело-то не в этом. Сейчас обыватель не озабочен тем, что делать. Он озабочен интересным. Вот это интересно. И он и про капитализм, он и про социализм, и про коммунизм он прочитает, и все, что угодно, и будет слушать, и так далее. И вот эти люди, которые долго просиживают перед компьютером, или перед телевизором, или они что-то еще читают из новых источников, они, что они делают? Они отражатели. Они никакой роли в классовой борьбе не имеют. Они не ставят задачи ни экономической борьбы, ни идеологической борьбы, ни политической борьбы. Потому что политическая борьба, вот у нас была политическая борьба за трудовой кодекс. Так что мы в три этапа существования Думы проводили проект Трудового кодекса России. Мы его не провели, но за него проголосовало 189 голосов депутатов. И комиссия Слицки вынуждена была включить в такой комбинированный проект то, что позволяет нам сегодня активно действовать, опираясь на Трудовой кодекс. У нас были и другие политические действия. Например, вот сидит тут Виктор Аркадьевич, он как участник съезда 28-го возглавил меньшинство съезда, которое подготовило свою оценку того, что решил 28-й съезд. И оценка была такая, что вот эти решения большинства, они приведут к уничтожению социализма и уничтожению Советского Союза. И несмотря на то, что пытались это, так сказать, замотать, чтобы это не ставить на голосование, Виктор Аркадьевич и другие участники съезда, в том числе профессор Сергеев, который был членом ЦК даже избран, вот они в этом деле участвовали и добились. Поэтому у нас есть предпосылки. Когда мы терпели какие-то поражения политические, то мы делали такие действия, которые позволят потом выйти из этих поражений и снова занять позиции. Потому что тот, кто в борьбе, в войне, в революции рассчитывает только на победы, ну, я думаю, наивный человек. Вот сейчас очень хвалят товарища Сталина. Ну и справедливо хвалят. Ну, а как вот финская война начиналась? Очень тяжело и очень трудно. Вспомните, сколько было недостатков, сколько было потерь ненужных и так далее. Она закончилась за 100 дней. Она закончилась не скоро, она закончилась с очень большими потерьами. Вот, а поэтому они очень мало пишут и мало вспоминают. Не очень хочется вспоминать. А вот когда вы возьмете Великую Отечественную войну, мы же отступали очень сильно. Если кто-то думает, что это связано с тем, что кто-то кого-то в начале войны не предупредил, ну, это же, это понятно, это касаться, может, каких-то дней. Здесь один год, второй год. Война-то, собственно, сколько? Четыре года велась. Поэтому с нами сражался очень сильный противник, очень сильный противник. И думать, что тут все дело в том, чтобы кто как чего придумал. Ну, дело в том, что мы должны были нарастить столько танков, пушек и самолетов или сделать такую военную экономику, и так организовать руководство войсками, чтобы мы могли побеждать. И это сделали именно потому, что у нас социалистический строй и социализм. Поэтому Великая Отечественная война показала преимущество социализма, в том числе и в ведении войны против наступающего врага. Народ, который жил при социализме, не сталкивался с контрреволюцией практически. Он, в известном смысле, был, несмотря на то, что это вполне социалистические люди, и в том числе с учетом того, что очень многие более прозорливые товарищи были опытные, коммунисты, они полегли в Великую Отечественную войну, три состава партии потеряли. Поэтому мы когда говорим, что мы победили, мы-то победили, но в составе партии большие были потери. Поэтому те люди, которые пришли ломать социализм, которые выступили, обвинив Сталина в культе личности, которые написали всякие глупости вроде того, что мы будем жить при коммунизме, хотя, я думаю, все здесь присутствующие знают, что социализм – это низшая фаза коммунизма. Мы при коммунизме уже жили. Это на съезде. Ну ладно, это, скажем, Хрущев такой-сякой. Но другие-то члены съезда, они что, не знают, что такое социализм? Что социализм – это коммунизм, во-первых, фаза. Что значит, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме? Вот я к тому поколению отношусь, которое жило при коммунизме с момента моего рождения в 1945 году и до 1961 года. А дальше мы жили в переходном периоде от коммунизма к капитализму. Вот эту картину мы понимаем. И если мы видим такие крутые изменения и такие отступления, то надо понимать, что задача восстановления, возрождения советской власти и возрождения социализма, а без советской власти и социализма нет другой дороги для нас. Поэтому возрождение советской власти – это самый короткий путь и для нас привычный, для России. И, так сказать, у нас советы и сейчас, видите, много советов. У нас есть, например, как называется высшая палата нашего законодательного собрания Российской Федерации. Совет Федерации. А есть еще у нас Совет Безопасности. Правильно? А есть еще госсовет. То есть у нас вообще страна советов. Поэтому тут никого не испугаешь. Другое дело, что эти советы никакого отношения к корням действительных советов не имеют. Потому что корни действительных советов – это бастующие коллективы. Нет бастующих в коллективах – нет основания для совершения социалистической революции. Поэтому, несмотря на то, что мы это разделяем, вот это экономическая борьба, это политическая борьба, это борьба идеологическая. Если мы не будем осуществлять экономическую борьбу и не доведем ее до того, чтобы у нас были забастовки широко распространены, и люди бы добивались с помощью забастовок. То есть с помощью того права, которое дано и Конституцией. То есть никто не обязывает человека работать так, как ему это нужно. Он не хочет продавать. Вот коллективно они продают свою рабочую силу за меньшую величину. И в коллективных договорах, как написано в Трудовом кодексе, не может быть хуже, чем в законе. А лучше, пожалуйста. Нет никаких ограничений. То есть у нас есть все предпосылки юридические, чтобы легально, на законном основании, вести борьбу. Поэтому вопрос не в том, что мы проигрываем, а потому что мы не начинаем эту борьбу. Потому что начать борьбу, это не значит, я один буду бороться, вы один будете бороться. Вот коммерческие люди будут бороться, показывать, как он борется. Но это время, когда перед войском кто-то сражался, значит, это время безвозвратно прошло. Значит, эти сражения должны быть коллективными. И задача, скажем, партии коммунистических в том, чтобы организовать эту коллективную борьбу. Если эта коллективная борьба будет вестись успешно, тогда вот те органы, которые образуются, те соответствующие организации, которые есть, которые такую борьбу провели, они будут нашей опорой и союзником. Скажем, профсоюз авиадиспетчеров, у нас по-прежнему, нам сторонник и союзник, профсоюз докеров, то же самое. Они присылают, они коллективный договор очередной заключили, опять нам дали, опять нам дали. А тут меня буквально позавчера пригласили на радио «Аврора». Какие-то там были два гражданина, которые доказывали, ничего делать нельзя. С них ничего вообще нельзя. Зачем они тогда приходят и обсуждают, что у вас ничего не получится. И у вас ничего не получится, и у вас. И вот они приходят, ищут на радио «Аврора» и с этим его вылезают. Я немножко с ними поругался там и сказал, что вы, так сказать, как-то с таким настроением непонятно, куда вы придете. Вот. Значит, поэтому у нас обстановка в смысле возможностей очень хорошая. То есть, ничто не препятствует. Ну, не препятствует в каком смысле, что коренным образом. Трудности есть во всякой работе. В том числе и в революционном деле. Трудность есть. Если кто хочет без труда вытащить рыбку из пруда, то, я думаю, он не относится к той аудитории, которая здесь собралась. Это люди все понимают. Значит, на сегодняшний день, что делать, как делать. Вот, скажем, вот в этой книге, которую мы с профессором Козеновым сделали, и, кстати, очень хороший материал у Виктора Аркадьевича по советам, и по Ивановским советам, замечательные, которые надо изучать. Здесь расписано буквально, что нужно сделать для создания советов. И есть проект Советской Конституции. Как говорится, как только у нас будут советы, то и Конституция будет. А не будет советов, то вот проекта нет проблем. Вот, написан, напечатан в буржуазном обществе. Все там хорошо. Но это что такое? Это пока идея. А эта идея должна владеть массами. И когда идея владевает массами, она становится материальной силой. Мы это тоже знаем из марксизма, правильно? Поэтому, когда некоторые говорят, ну, это идея просто у вас. Да, это у нас просто идея. А вот когда эта вот просто идея владеет массами, она станет материальной силой. И в этом задача партии коммунистических. Чтобы они эту самую идею коммунистическую превращали в такое вот орудие преобразования общества. А сейчас нам надо избавиться от того, чтобы вместо того, чтобы направить силы на борьбу за восстановление советской власти, социализма и СССР, ходить и рассуждать на тему о том, как там было, как в каких-то деталях, как разрушался, как развалился этот самый социализм. И все больше и больше вскрывается моментов, все больше всяких деталей. Вот. И вот если человек, так сказать, вместо того, чтобы взять и сделать новую машину, будет все внимание свое. То есть, как сломалась его старая машина и дальше не пойдет, то никакого движения вперед не будет. И вот в какой ситуации мы сейчас находимся. И надо преодолеть вот это инфантильное такое отношение, которое сложилось в обществе, когда больше рассмотрят, как будто это они находятся в цирке, в театре на события, которые были. Так они, вы же участники, так вы и должны бороться. А кто должен еще бороться? Ну, кто? Все мы должны бороться. Если мы все должны бороться, значит, нам надо думать, какую часть и кто берет борьбы на себя. Правильно? И действовать. А как действовать, тоже расписано. Я не вижу, что у нас не выяснено с точки зрения теоретической. Все выяснено вроде. Мы тут не первый раз собираемся, не первый раз обсуждаем, знаем, что надо делать. Но надо делать. Но, как вы понимаете, от идеи до ее воплощения большой путь. Большой путь. То есть, правильная идея, это совершенно необходимо. Но необходимо, а это недостаточно. Недостаточно. Поэтому и дальше нужно развивать, и пропагандировать эти идеи. Но главное это организовывать. А или вот такой был даже лозунг. У немецких социалистов Ленин его цитировал. Штудирован, пропагандирован, организирован. Штудировать, то есть изучать, пропагандировать и организовывать. Если мы будем штудировать, пропагандировать и организовывать, и знать, и знаем, что мы организовываем и для чего, то я думаю, мы тогда будем одерживать победы. А если мы не будем это организовывать, то никакой победы мы не одержим. Это совершенно понятно. Ну и мы должны понимать, что это очень трудная задача, которую мы решаем. Она может потребовать усилий и еще многого времени. Почему? Ну потому что такой контрреволюция, как она у нас произошла, таких потерь, ну это крупное историческое такое событие, когда люди, которые, так сказать, сами себя называли коммунистами, говорили от имени коммунистической партии, предали, продали. И тот же самый Ельцин же поехал в Сенат. Есть запись его речи, что мы победили коммунистического идола. Докладывать поехал своим заокеанским хозяевам. Поэтому я говорю, что Ельцин-центр нужен для того, чтобы собирать туда все доказательства и измены Родине, которые совершили тот же самый Ельцин, Горбачев. Ну а я вот вместе с другими товарищами, Дмитрием Руденко и другими членами Совета рабочих Ленинграда, участвовал в пикетировании фонда Горбачева, и мы у ученого-секретаря, который хотел туда попасть, а мы за это требовали с него учредительные документы. Там записано, что учредителями фонда Горбачева являются сенатор Крэнстон, сенатор Киссинджер, сенатор Накасоне, это все американские сенаторы, и Горбачев. И каждый из них внес по 400 тысяч долларов. И поэтому, когда приходили туда нас разгонять, я сначала приходил зампрефекта Северного округа, потом милиционеры приходили, я их спрашивал, «А вы кто?» «Я зампрефекта». «Я говорю, это в вашей префектуре находится центр иностранного влияния». Он говорит, «Ребята, вы до скольки?» «Мы говорим, до 16-ти». Он уезжал. Потом приехали, полковник, на машинах, «Какие, что тут у вас?» «Это государственная милиция или частная?» «Мы говорим, государственная». «А вот это вы видели?» «Они посмотрели, говорят, «А вы до скольки, ребята тут?» «А мы говорим, мы до 16-ти». «Мы оставляем двух милиционеров для порядка». И уехали. Так что я хочу сказать, что у нас союзников очень много. У нас союзники, они появляются у тех, кто не виляет. Если ты будешь вилять, то ты потеряешь вообще всех союзников. А вот тот, кто идет, так сказать, прямой дорогой, который не кланяется, он постепенно обрастает союзниками. Это, так сказать, мы знаем. Поэтому у нас задача вполне ясная. Сами советы не восстановятся, и социализм сам не восстановится. Но восстановить его можно и нужно. И, собственно, у нас другой дороги нет. Для этого мы и собираемся. Мы собираемся, и эта задача коммунистов – организовать уже рабочий класс и трудящихся для этой цели. У меня все. Так, спасибо. Как договаривались, задаем вопросы в письменном виде. Если кто-то не успел подать, сейчас можно еще отзываться. Как были организованы выборы в Советы в СССР до 1936 года? Вне производственных единиц, заводов, фабрик, например, в научно-исследовательских институтах и так далее. Они подсоединялись к этим самым заводским округам. То есть вы можете там, из этого института, там же участвовать вместе с этими товарищами. Вообще, как вот это делалось, мы могли наблюдать в 1989 году. У нас трое человек были кандидатами в народные депутаты. Это Пыжов Толя, может, его некоторые знают, Красавин Игорь Вячеславович, такой, из русского дизеля. И я. И мы, значит, вот у меня были те организации, которые выдвинули. Это завод имени Казицкого, который телевизоры делал, цветные, которые уничтожили теперь. Это фабрика, канатная фабрика «Заря» на Петровской кассе, НПО «Буревестник». И я вот, прошел на Кировском заводе, я перезвоню, только в одной части прошел, там, где 10 тысяч человек было, танковое производство. А на конференции Кировского завода был Сергей Андреев, который буржуазный был деятель, тогда, помните, да, Виктор Аркадьевич? Ну, еще из левых буржуазных деятелей. Да, так что, то есть, это были последние еще представительства. Дальше, вот, Горбачев уже сделал, чтобы можно было прямо от партии посылать. Они от партии послали всех, так сказать, предателей коммунизма туда. И у них получилась другая власть, которой можно было делать все, что способствует уничтожению социализма. Так, вот, Виктор Аркадьевич написал мне этот, здорово. Известно, что некоторые социалистические страны выражали готовность вступить в СССР на правах республик. Как вы думаете, может, стоило принять Болгарию и других в СССР? Может быть, и стоило. Почему не принять? Потому что у Ленина какая была идея? Что, так сказать, Всемирная Советская Республика управляема пролиатом всех стран. Другое дело, что здесь все эти соображения связаны с войной, с подготовкой войны и так далее. Мы, наверное, знаем, как себя Болгария вела. То она была за нас, то она была за фашистов, то она потом, когда фашистов мы погнали, опять она была за нас. Потом она говорит, вы братки, а сейчас, когда опять-то у нас с Россией похуже стало, уже они тоже не братки и так далее. То есть, получается, как в свое время царь говорил, что у нас союзники, это армия и военно-морской флот. Поэтому, конечно, в принципе, конечно, так. Конечно, надо было к этому стремиться, но это наталкивалось на то, что перед нами целый вал империалистических государств, и если их не разбить, этот процесс так просто не пойдет. Они будут пытаться разваливать, менять. А для дураков придумали мирное сосуществование. Мы говорим, мирно будем существовать и будем вас разлагать. Так. Так, спасибо. Вопросы закончились. К выступлению переходим. Анна Васильевна попросила две минуты, пожалуйста, Смоленец. Сегодня в публичной библиотеке я держала в руках первый номер газеты «Искры», ленинской подлинной «Искры». На желтой бумаге со сгибами с загреенными белой бумажкой, то есть передаваемой из рук руки рабочими. Было ли там хоть слово о коллективном договоре, о котором вы снова сегодня слышали авиадиспетчеров и докеров в первых строках газеты «Искр» какого года? Декабря 900-го вышел терминомер 901-го года. За пять лет до Первой русской революции. Никаких еще не Второй русской революции, никаких революционных выступлений. Но в первых строках газеты «Искра», ленинской «Искры», было сказано, что рабочие должны бороться за политическое власть, а не экономическую. Не выпрашивать уступок. И раз 30 на одной странице большого формата, как «Правда» или 8 страниц, повторено было, что те, кто разменивают политические цели на борьбу за улучшения экономические, те не только толкают рабочих на ложный путь, но наносят им вред. Нам все время говорят о том, что нужно создать советы сначала, а потом придет время политической борьбы. Видите, разложили все наши профессора по-советски на экономическую, идейную и политическую борьбу, которая стоит после экономической, идейной и потом политической. У Ленина политическая борьба была сразу, с первых строк газеты «Искры» революционной созданной. И Ленин писал о том, что наши экономисты внушают рабочую мысль о том, что они несовершеннолетние. Вот то, что мы слышим здесь все время. Не готовы, да не готовы рабочие, не готовы, недостаточно еще изучили, недостаточно советы еще не создали. Масса, если, и недостаточности подготовительных этапов 30 лет после свержения советской власти. Грамотные наши рабочие, знавшиеся школы, как советская власть рождалась и устанавливалась. Нам было проще всех, по честности говоря. Правильно было сказано уважаемым профессорам, что у каждого своя роль, и что у партии организующая роль, также сказанная у Ленина. Если организующая роль у партии, и если сам уважаемый профессор сказал, что горе в том, что забастовки проходят, у нас есть, но отдельные забастовки, правильно, а было ли хоть раз в той газете «Народная правда», главным редактором которой является уважаемый Михаил Исич Попов, было ли хоть раз опубликовано призыв к всеобщей политической стачке, а солидарной стачке всех забастовок объединительных, тех хотя бы, которые есть, об уважаемой газете «Трудовая Россия». Надвигается 17 марта. Не за горами. В 1991 году было референдум, голосование за сохранение СССР всем народом гигантского юридического, политического, социального значения. Факт, потому что в организации ООН, международной организации, до сих пор числится СССР, а не Россия, Российская Федерация. Есть масса преимуществ у нас перед большевиками, которые говорят о том, что нам-то легче было эту политическую борьбу вести, но не один раз уважаемые редакторы газет, предназначенных для восстановления советской власти, вроде бы, не опубликовали призыв ко всеобщей политической стачке. Давайте попросим их от имени рабочих, от именно терпевшегося советского народа, который за 30 лет социализма еще ярче осознал, что нам нужен социализм. Мы совершенно уверены в этом. Пусть опубликуют к 17 марта время много, крупными буквами, на всю газету. День 17 марта референдума за сохранение СССР отмечен всеобщим прогулом рабочим. Поэтому совершить забастовку и всеобщую политическую стачку гораздо легче, чем это говорят нам профессора, нужно только делать. Они правильно говорят, что нужно делать, а не говорить. Так давайте же делать. Спасибо. Спасибо. Спасибо больше. Хотите тоже выступить по данному вопросу. Во-первых, поблагодарить Михаила Васильевича. И естественно, что мы отметим столетия образования Советского Союза, просто обязаны возвращаться своими соображениями к тому, что мы потеряли, как потеряли. И думать о том, как возможно и возможно ли восстановить это дело. Тем более, что мы уже общий вывод сделали, что если вспоминать советские времена, то мы многое называем там и гарантии занятости, и жилье, и учебу бесплатную, и медицинское обслуживание. Но вот вопрос, а что было лучше? Очень коротко всегда все-таки отвечаем, что лучше были отношения между людьми. А по большому счету это значит и есть социализм. Потому что коммунизм есть вот ассоциация, в которой свободное развитие всех является условием свободного развития каждого, наоборот. То есть отношения между людьми. и я думаю, что очень правильно вектор нам всем показал и подчеркнул, что значит в словосочетании Советский Союз и Советская власть значит основную нагрузку несет слово Советское. Советское. И при этом дальше показал нам, что Советы ведь они не в названии суть. Не в том, что там себя назвали Советом и вроде как мы тут ждем когда советская власть наступит. Уже были такие попытки, а кое-где у нас есть еще и парламенты называются Советы. Дай бог памяти в Орле до сих пор Советы. И Совет Федерации есть и прочее. Но жизнь показала, история показала, сегодняшний опыт, что сначала должна быть борьба класса. Борьба класса. И в этой борьбе рождаются Советы как органы борьбы. И только потом можно рассчитывать, что установлена будет советская власть и только потом советское государство и советская конституция. Наоборот не бывает. Не назначишь в том числе не назначишь как предлагают уважаемая Анна Васильевна, давай назначим дату и мы в этот день все установим и перевернем. Не бывает так, потому что должны условия созреть. И революционная ситуация должна быть. И одними из условий этой ситуации Владимир подчеркивал, кроме известных субъективного фактора, это партия, которая готова, и в чем может быть нас справедливо упрекает, что мы еще нет. Но кроме этого должен быть уровень развития движения значительно выше среднего его активности, рабочего движения и прочее. А вот эта борьба пока, к сожалению, у нас не на достаточном уровне, во-первых, и, во-вторых, все мы должны работать на то, чтобы это поднимать. Это самое дело. И здесь я бы хотел отметить, что сейчас очень хорошо видно, где явно, где не явно, где исподволь. Наш противник, то есть класс вооружащий, тормозит это дело всячески. Начиная с того, что он в той самой пропамердийской теоретической идеологической борьбе пытается представить все годы советской власти, что это нелепый зигзаг истории, так сказать, проба, неудачная проба, ошибки, и кроме галош ничего не делали, да? Я уже не говорю про другие всякие грехи. И заканчивая тем, что перекрывает всякие возможности, даже напоминания и воспоминания. Вот примеры из той жизни, которая сейчас идет, и чем мы занимаемся. 30 декабря, в день столетия образования Союза, вышел информационный такой пикетик, 4 человека в Воронеже, с плакатами «Наш адрес», «Советский Союз», так сказать, значит, «Сто лет СССР», и газету взяли с собой «Трудовая Россия», полиция содержание, суд в этот же день, суд в этот же день, 150 часов обязательных общественных работ просудили, все, давайте-ка, нельзя, не положено, не идет. Башкирия, Уфа, одна из республик, которые преподносят, как в сегодняшних условиях более-менее развивается, много делает для кружок типа нашего, называется по-другому, по изучению марксизма, ленинизма, задержали, арестовали после года работы кружка, экспертов призвали из местного и столичных университетов, они там обсуждают возможность и необходимость социалистической революции, и эксперт пишет, что если исходить из ленинского понимания социалистической революции, это вообще угроза существования конституционного строя, и поэтому скорее всего это надо понимать, как возможность терроризма там и экстрим поэтому борьба эта ни на минуту не прекращается и против этого направления буржуазия стоит объединенным фронтом везде, сейчас они вроде бы столкнулись с лобами на той же Украине, и наш потенциальный соперник и мы сами говорим, что это фашизм наваливается прежде всего со стороны американского империализма и прочего, но тот же Борис Николаевич Ельцин выступая перед американским конгрессом заканчивал как Господи благослови Америку и Россию вот благословение которое выливается здесь если будет опасность то сойдутся вместе сомкнутся и вместе было давить и рабочее и там социалистическое направление и так далее интересные действия парламентария кстати ведь для того чтобы борьба была конечно ее надо инициировать надо объяснять показывать помогать организовывать и здесь Анна Васильевна глубоко не провагает о большевиков там и речи не шло о колдоговорах они мечтали об элементах колдоговоров у них 60% первой программы РСДРП составлено из экономических требований рабочий день снабжение декретные отпуска отмена штрафов отмена каталажа так сказать уважение со стороны мастеров и пошло поехало они не доросли еще тогда не было даже мечты что возможно это в коллективном договоре закрепить вот о чем речь идет поэтому этот этап необходим если людей не научим бороться за малое давай сразу за коммунизм тебе скажешь хороший ты парень но ты или мечтатель об этом идет речь на земле надо стоять в этом плане и извините помните был кабачок 12-13 там был спортсмен по какому виду спорта а я по прыжкам высоту специализирую и сколько же вы берете высоту я этого не знаю а почему как это можно а у меня своя метода я всегда ставлю себе планку на сантиметр выше мирового рекорда вот мировой рекорд поднимут там 24 в те времена было а я чуть повыше себя пока никак не возьму но зато если перепрыгну то сразу я тут чемпион рекорд я к тому что надо научить людей брать малые высоты хотя бы чуть-чуть хотя бы скус к борьбе поэтому вы головой качаете а мы это знаем недаром Ленин помните приводил в пример слова министра внутренних дел Германии из каждой забастовки выглядывает мурло революции потому что люди из забастовки выходят другими кто участвовал они уже к борьбе готовы в своих воспоминаниях Афанасьев после 905 года с тачки в Иванов Вознесенский писал что это уже другие люди они уже не снимают шапку перед мастером так сказать и голову не опускают а смотрят в глаза который школу борьбы прошел поэтому всем нам успехов в этой борьбе Михаил Васильевич заключительное слово спасибо за интересные соображения которые были высказаны здесь хотел бы остановиться на некоторых принципиальных вопросах ну первый вопрос вот тот который застрел Васильевна это вопрос о том что мы будем мало того что будем всеобщую забастовку да всеобщую забастовку будем за годовщину этого референдума но прежде чем я не случайно говорил что прежде чем заниматься экономической и политической борьбой надо разбираться в идеологических вопросах а какой был референдум у нас в СНГ вступление записано и будем ждать всеобщей забастовки потому что мы вот там с Тюлькиным и с другими оппортунисты а вы значит революционерка но слово революционерки дойдет мы его вырезать не будем и думаем что поднимется эта всеобщая забастовка хотя я должен вам разъяснить что в том и сила рабочего класса в том что он коллективист что решает каждый коллектив коллектив решает и всеобщая забастовка может быть как единое действие забастовавших коллектив а не так что мы кто-то призовет или Тюлькин или Попов или вот вы призовете или еще кто-нибудь да вы призовете этих призывов было уже надоело слушать это пустая это пустое времяпрепровождение пустая болтовня так забастовки не делают и всеобщих забастовок на самом деле никогда не бывает потому что всегда бастуют и если вы будете читать Ленина будете смотреть вот сколько было забастовок в этот период сколько в этот период сколько рабочих поднялось на забастовку а сколько не поднялось вот то что мы можем получить поэтому я думаю что с этой вот болтовней политической трескатной надо заканчивать, потому что она нам мешает вообще восстанавливать Советский Союз и восстанавливать социалистический строй. Потому что она нас отводит от реальных задач, которые нужно решать, а они, между прочим, надо газету издать, надо газету привезти на завод, надо встать в 5 часов, как в 6, быть в бархатной. Но вы чего надо делать? Надо удостоверение сделать, где было написано, что за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов до двух лет лишения свободы. Надо много чего предусмотреть, чтобы у нас не получилось, чтобы мы, так сказать, вляпались и дали повод к тому, чтобы подвергать рабочих и участников революционного движения репрессию. Вот не надо это делать. Надо использовать те достижения, то, что у нас есть в законодательстве, это достижения нашей истории. Но трудно было все забрать, но трудно было все забрать, тем более, что все время были люди, которые не давали забирать. Поэтому не надо отдавать больше, чем у нас забрали. Поэтому если у нас есть вот такое состояние, ну как вы понимаете, на Украине не было такого состояния, чтобы можно было, так сказать, выступать вот так за коммунизм. А здесь, пожалуйста, выступать сколько хотите. Никто вам ничего не мешает. Я вот эту газету могу, так сказать, где угодно раздать. Она зарегистрирована в Министерство информпечати. Мы для интереса в этом году, в прошлом году, решили зарегистрировать еще одну газету за рабочий класс. На всякий случай. Ну вдруг с этой газетой что-то случится. Через некоторое время мы, ну задача какая? Организация рабочего класса, осуществление его интересов. Профессиональных, экономических, политических. Ну и ее зарегистрировали. Зарегистрирована газета. Мы один номер выпустили. Потому что если вы раз в году выпускаете, значит она остается. Газета и на следующий год и так далее. Чтобы у нас был запасной вариант. Но надо тоже исходить. Потому что вот человек выступает, она не знает, что такое. А вот нашу газету закрывали в связи с объявлением чрезвычайного положения в городе Москва. Хотя мы его издавали здесь, в Ленинграде. Ну потому что там было написано, подавим путь Ельцина и раздавить гадину. И правильно мы написали. Ну и что, что мы потерпели. Но мы это должны были сделать в нужный момент. Но мы были той газетой, которую все люди уважали, из которой считались. Она должна быть другом рабочих. А что касается коллективного договора. Вот человек видит, выступает за запастовку, не знает, что. Первый коллективный договор товарищ Сталин организовал на Батинских промыслах. Ну как вот человек говорит, а это коллективный договор. Коллективный договор это требования рабочих. Это их выступление, за их экономические интересы. Это они сами это выражают и за это сами и борются. Тот человек, который хочет прыгнуть в высоту на 2 метра, он должен хотя бы на 1 метр научиться сначала прыгать. Потому что от того, что я вот сейчас... Давайте, Виктор Каевич, сейчас дружно с вами произовем всеобщей запастовки. Всех. Особенно беднязмена. Ну это детский сад политик. Детский сад. Ну надо же детским садом этим заканчивать. Ну это мы слышим уже. И вот ходят люди, они вроде считаются какой-то политикой занимаются. А когда вот их критика выходрится, они закрывают дверь и убегают. Ну как же вы можете забастовку сделать, если вы убегаете при первом же возражении. Надо воевать против этих профессоров там и прочих, которые занимают такие слабые позиции и прочее. Так что вопрос на самом деле наоборот не в том, что мы не знаем. Вот сегодняшний доклад построен как раз на том, что мы, вот и я, и Виктор Аркадьевич, и члены нашей партии, и члены РКРП, и члены Рабочей партии России, мы знаем, что нужно делать. Но это нужно, то что нужно, нужно это сделать. Это большая очень работа. И вот надо вместо того, чтобы заниматься вспышко-пускательством, дескать, мы вот призовем всех к всеобщей забастовке. Ну призовите. И что? Мы вместо этого должны заниматься, вести эту трудную работу. И эта трудная работа ее партия делала. У нас есть опыт, у нас есть история. Учиться у кого надо? У лучших надо, у Ленина учиться, у Сталина учиться. Давайте учиться у них. Вот это надо делать. И это мы, в общем, и делаем. Поэтому мы это не то, чтобы, вот я говорю о том, что впервые вот с этого момента люди вот этим будут заниматься. Наоборот, мы как бы подводим некоторые итоги и сверяем курс. Сверяем курс в том плане, что надо вести экономическую, политическую обязательно. Разве мы вот когда за кодекс выступали, это разве не политическая борьба? Это же политическая борьба. Нужно было провести этот самый кодекс и противопоставить его правительствам. И правительствами слетел. И яблочный слетел. И восьми профсоюзный там, вшивый такой был. И Московской городской думы. Поэтому мы понимаем, что это нужно делать. Но это нужно делать по-серьезному. А вот относиться к политической борьбе и к экономической борьбе, как к вот такому детскому занятию, где можно вот просто мечтать о чем-то. Или, так сказать, кидать лозунги, не разбираясь. И что там написано было в бюллетене? Например, в бюллетене по Конституции написано было что? Признаете ли вы Конституцию Российской Федерации? Если вы не признаете Конституцию Российской Федерации, что с вами делать? Вы понимаете? А вопрос надо было. А там было пять проектов Конституции. Вот Виктор Кач непосредственно занимался сбором подписей за проект Конституции Слободкина, в которой мы все участвовали. А я был в «Правде», и которая нам пообещала опубликовать. И главный редактор «Правды» поступил как жулик. Он взял и опубликовал не наш проект, а проект другой. Вот что мы видим, наблюдаем в политике. Но надо в этом участвовать. Короче говоря, у нас сейчас такой, можно сказать, этап в борьбе, что мы уже знаем, что нам нужно делать, и нужно, как говорится, вот в этом направлении работать. И набирать силу, массу силу людей. И к нам люди идут, и надо продолжать. А не метаться. Метаться мы не должны. А метаться будут люди, у которых нет ни направления, ни мыслей, ни идей. А науку надо применять для того, чтобы выверять свои действия, чтобы потом не говорили, ой, мы думали не так, а мы не знали, что так, и так далее. Для этого мы должны применять и в том числе и достижение науки. Спасибо большое, товарищам, всем за внимание и успехов в борьбе. Так, напоминаю, друзья, следующее занятие через неделю, 9 числа. Тема занятия «Защита прав членов профсоюза от неправомерных действий работодателя». То есть, тема актуальная, интересная. Недавно, кстати, в суде профсоюз «Дикси» Рауф отстоял собственное увольнение, присудили работодателю 900-800 тысяч рублей выплатить за вынужденный прогул и так далее. Поэтому очень актуальная тема. Читает лекцию председатель секции скорой медицинской помощи Общероссийского профсоюза действия, знакомый нам товарищ Бобинов, 9 числа. Все, всем спасибо, всем успехов. Это тоже, Иван Иванович. Всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!